Ой! Если ты хочешь узнать, как легко, быстро и без дорогих инструментов просверлить отверстие в любой стеклянной поверхности, в банке, в бутылке или просто в стекле, оставайся и смотри это видео. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! В этом видео я покажу, как из обычной банки, стеклянной банки, под такую крышку с закруткой, можно сделать хорошую джин-корзину без того, чтобы тратить деньги на покупную, очень дорогую джин-корзину. Для того, чтобы джин-корзина работала правильно и функционировала правильно, у нее должен быть не только вход и выход пара со спиртом, но и еще и сброс конденсата, эфирных масел, которые будут образовываться при работе джин-корзины. Для этого в стеклянной баночке должно быть отверстие. И сейчас я покажу, как легко и быстро можно просверлить в любой стеклянной банке, бутылке или просто в стекле отверстие с помощью коронки. Для того, чтобы работать с коронкой, я сделал вот такой кондуктор. Это отверстие такого же диаметра, как и сама коронка. Я просто вот так сделал отверстие в этой пластмассочке, чтобы через нее начать сверлить стеклышко. Сверлить я буду вот обычную, самую обычную стеклянную баночку. И на ее примере покажу, как легко сверлить любое отверстие в стекле. Я буду использовать обычную кастрюлю с водой. На дно кастрюльки я кладу тряпочку, чтобы банка не скользила. Сверху я кладу кондуктор. Вот это у меня приспособление, оно меня защитит от поражения электрическим током. Это обычная плита ДСП. Я не просилил отверстие мебельной фрезой. И когда банка, если банка случайно лопнет, то дрель не попадет в воду. И таким образом я буду защищен от поражения электрическим током. Я включил секундомер и все делать буду в онлайне. Ставлю баночку, кондуктор. Не очень принципиально сейчас, где будет в банке отверстие, поэтому я просто его пока сверлю. Вот, баночка еще полностью цельненькая, без отверстий. Немножко неудобно с техникой безопасности. Потому что мне неудобно прижимать сам кондуктор. Вот так вот, так будет намного проще, я думаю. Да. Так, все, начинаем. Когда я просто тренировался сверлить отверстие, самое быстрое отверстие просверлил за 35 секунд. Вот, поднимаем баночку. И вот такое аккуратное, красивое отверстие. Я надеюсь, что оно аккуратное и красивое получилось. Смотрим, как сбегает водичка. Вот так. И теперь она вот так сбегает. Аккуратное отверстие, баночка целенькая. Вокруг отверстия все ровненько, трещинок нет. Сейчас, пока камера настроена, я просверлю еще несколько отверстий. Я пробовал сверлить и на максимальных оборотах, и на средних. На максимальных, без нажима. Прекрасно все получается, и мне нравится. При сверлении очень хорошо видно, когда фреза, коронка работает, когда нет. Но мне мешает смотреть именно сам кондуктор. То есть, когда мы правильно сверлим, то вот здесь идет такая мутная водичка. Это все сама стружка от стекла. Если водичка чистая, то сверление не происходит. Я немножечко, чуть-чуть, еле-еле вправо влево шевелю саму коронку. И тогда она начинает цеплять и работать. Вот уже два отверстия. Вот, прекрасно видно, что никакой трещинки, паутинки, ничего нет. Два отверстия в баночке. Ну, пока делается, еще сделаю еще одно отверстие. Уж очень интересно это мероприятие. Вот так. Последнее отверстие просверлилось намного быстрее. Но тоже хорошо и качественно. Чуть-чуть в начале сдвинулась фреза. И, по-моему, вот здесь... А, нет, это, по-моему, самовыпуклась банки. Да, здесь были буковки. Вот здесь, думал, это какая-то дефектик. Нет, это литье на банке. Вот здесь какой-то штамм был. Три отверстия. Все прекрасно работает. Теперь посмотрим, для чего это нужно. У меня получилась отличная джин-корзина. Сюда я положу все ароматные пряности. А снизу одену силиконовую трубочку, которую пережму. И отсюда будет выходить именно весь самый смак эфирных масел, какие будут скапливаться в процессе того, как аромат будет отдаваться от пряностей самому спирту, который будет проходить. И эту шлангочку я буду периодически так разжимать, чтобы часть эфирных масел скапывала и не отдавала свой неприятный аромат готовому джину. А это будет вход и выход пара со спиртом. Вот здесь. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Вот такие красивые лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место.